Итак, вы были в то время без Христа, чужими от общества израильского, чужими завета в обетовании, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, все стали близки кровью Христову. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих. Из обоих это кого? Еще раз, попытка номер два. У вас в голове должна очень плотно отсесть вот эта картинка. Когда вы говорите «евреи», вы должны понимать, о каких евреях идет речь. Когда мы говорим о евреях, мы часто не понимаем, о каких евреях идет речь. Раньше, во время действия Синайского завета, все было достаточно просто. С началом Нового завета ситуация несколько усложнилась. Понятно, да? Третья глава книги Еза. Сколько людей вышло из Вавилонского плена? 42, 70? Еще какие варианты? С 64 стихи прочитайте. 64. Езра, вторая глава, 64 стихи. Сколько? 42, 360. Все общество, вышедшее из Египта, составляло 42 тысячи 360 человек. Не 70. Да, извините, да, извините, с Вавилона, простите, пожалуйста, с Вавилона. Мы говорим о выходе из Вавилонского пленения. И давайте посмотрим, что написано в 70 стихе. 42 тысячи 360 человек. В 70 стихе второй главы. Весь Израиль. Я не понял. А в Вавилоне еще никого не осталось? Понятно, да? Здесь те евреи, которые последовали за призывом Господа, названы «Весь Израиль». Весь. Не часть. Хотя эта часть, которая пошла, была меньше того, той части, которая осталась. Но эта меньшая часть названа «Весь Израиль». Что мы ищем? В 70-м. Итак. Итак. Та часть, которая пошла за Господом, названа «Как?» И когда Новый Завет нам говорит, что весь Израиль спасется, те, которые последуют. Так. Та часть евреев, которая последует за Господом, она, потому что она и является всем Израилем. Теперь понятно, да? Некоторые вопросы отпадают. И когда мы говорим «Израиль», мы должны понимать… да, это же и остаток. Мы понимаем, что Израиль состоит вот так вот. В общем смысле, евреи не перестали быть евреями. И мы друг друга называем братьями. Правда, нас не всегда называют братьями, но все равно продолжаем их называть братьями. Да? Они для нас евреи. Никаких проблем нет с этим. Но есть еще разделение вот по этому признаку, которое будет иметь решающее значение в вечности. Если мы говорим о земле, мы подразумеваем, что мы составляем одно целое. Это наши внутренние взаимоотношения в народе. Понятно, да? И если мы говорим о том, что произошло в Новом Завете, то мы составляем одно целое теперь вот так. Он разрушил стоявшую посреди них преграду. Не совсем понятное место, да? Понятно? Уже у вас, по крайней мере, два мнения есть. Если бы вы говорили по очереди, а не вместе, то вы бы узнали, что у вас есть два мнения. Начнем отсюда. Микрофон не будем брать? Ну, по закону было запрещено евреям сообщаться с язычниками, чтобы евреи не переняли от них идолослужение. А как бы, если уже эти евреи приняли Бога в Рамасаха Якова, верят в Мессию, то как бы, уже чего-то им не сообщаться, если они уже не идолопоклонники. То есть, между кем и кем разрушена преграда? Между верующими язычниками и верующими Иешуа евреями. Проблема заключается в обществе. Это мы разбираем послание Галата. Проблема выявлена в следующем образом. Есть, есть, Гой. Все остальные народы Гаин. Да? Есть евреи и есть Гаин. Вот этот Гаин, он становится боящимся Бога. Понятно, да? То есть, он делает шаг в сторону. Он сделал шаг по направлению дьюр, но не дошел. Если он проходит дьюр, он становится тем, рожденный от его детей, становится евреями, он является евреем, и все нормально. Раби Акива был евреем? Неправильно он был евреем. Раби Акива, он был евреем. Он прошел дьюр. После того, как он стал, он был. Понятно, да? Он не родился евреем, но он стал евреем. Это нормально. В родословие Машееха вошли люди, которые не были рождены евреями, но стали ими. Понятно, да? Руфь, она была кем? Мавитянка, Раф. Она тоже была не евреем. Понятно, да? Есть разница. Итак, Гой, не дошел сюда. Да? Он остается кем в глазах евреев? Гой. Отлично. Здесь возникает вопрос. На этом этапе. А давайте принимать их в наше общество. А давайте принимать это в наше общество. Израиль. Ну, а эта часть, равна как часть из этой части, говорит, не, ребята. Вот так. А есть часть, которая говорит, не, вот так достаточно. Мы определяем еврейство по принятию, или не еврейство, а включаем их в общество Господне, по признаку принятия. Ну, вот для нас является, что, ключевым понятием. Но есть часть евреев. Он говорит, послушайте, был путь, абсолютно нормальный, легитимный путь. Вот такой. Зачем нам его менять? Ну, какой смысл? Мы же не против евреев, против язычников. Пускай они приходят, так как они приходили вчера и третьего дня, через Брит-Милу, заходите, пожалуйста. Нужно понимать, что здесь был конфликт. Здесь был определенный конфликт. Но эти конфликты не существовали раньше. Что было бы в облачной между парисеями и садукеями? Нет. Они верили одинаково? Ну, тут и не верили. Ни нормально себя чувствовали. Да, они спорили, да, они друг друга не очень любили, но, тем не менее, это не мешало им ходить в один и тот же храм, поклоняться одному и тому же Богу и быть, в общем-то, в лоне библейского иудаизма, храмового. Они ходили, называли друг друга братьями, правда, не любили, спорили, но при этом как-то мирились. На сегодняшний день мы видим о том, что раввинистический иудаизм. Есть евреи, которые верят в то, что Шнерсон – Мессия. Есть евреи, которые верят, что последний любавчийский рэд был Мессия. А есть евреи, которые, мягко говоря, не разделяют их мнение. Но они, извините, и те, и те хаббатники. Понятно, да? Понятно, о чем я говорю? Когда мы смотрим уже, к примеру, на христиан, да, есть верующие братья-баптисты. Они не верят в крещение духовно-консистенции, с знаменем, говорением на иных языках. А есть верующие братья-пятидесятники, которые верят. Подождите, они при этом остаются кем? Братьями-христианами. Но одни верят вот так, другие верят. посмотрите на литургию, которую проводят братья-католики. И посмотрите на литургию, которую проводят братья-православные. Я не просил давать оценки. Я просто хотел сказать, что они, мягко говоря, несколько отличаются. Но при этом они являются кем? Христианами. Я говорю, ну, извините, ну, не все православные считают протестантами-христианами, но все-таки мы тоже христиане. Различные взгляды, различные верования, различные вероучения, но символ веры один и тот же делает нас христианами. Здесь, в общем-то, я не буду сейчас разбирать там, Есей, Гергесей, Саддукей, различные религиозные партии, которые существовали, различные течения, учения, которые существовали в луне, иудаизма на тот момент времени. Они существовали, но все это был единый библейский иудаизм, храмовый. И они приходили в храм, приносили положенные жертвы, поклонялись в соответствии с законом Моисея. Был институт храмового священства, был институт левитов, все было нормально. Все ходили в одно и то же место и поклонялись. И все говорили, послушайте, для вот этих ребят предусмотрен путь, который называется Геюр, через Бритмилу и Тверу, добро пожаловать в наше сообщество. Все нормально? Так было достаточно давно, все уже сложилось, все пришло в норму, все устаканилось, все успокоились, все знали. Вот так можно? И это нормально. Вопрос теперь. Вот этот парень был таким же, как природный еврей? Или нет? После Геюра. После Геюра. Нет. Давайте, у нас есть два ответа. Да, есть, нет. Пожалуйста, ответ нет. Микрофончик дайте. Насколько мне известно, он не мог приходить в храм и заходить в святое. Обычные евреи, значит, могут заходить в святое. То есть, в двор для евреев. В двор народа. Да. Да. Он не мог, то есть, его дети уже могли, будучи рожденными евреями, уже заходить и поклоняться Богу в храме. Это единственное отличие, которое было. И второе отличие, он не мог иметь земли. Земельного участка. Было два отличия. Он не мог заходить в двор народа, и он не мог иметь земли. Во всем остальном, он был таким же евреем, как все остальные. Все остальные заповеди, законно распространялись на него. Но в двор народа он не мог зайти. Двор народа отделялся от внешнего двора стеной, на котором было написано, на трех языках, что если ты зашел чуть-чуть дальше, ну, извини, мы тебя убьем, но ты сам виноват. Понятно, да? И когда мы читаем послание к ефесянам, скорее всего, идет речь о том, что преграда разрушена, преграда на пути к Богу. Представляете, как это выглядело визуально? Мы с вами нормальные евреи, только мы идем вместе, мне говорят, так, ты вот здесь останься, а я пойду. Понятно, да? И здесь Павел говорит, послушайте, мы можем идти дальше вместе. Он разрушил эту преграду. Он не разрушал преграду между язычниками и евреями. Он не размывал границ между своим обществом и языческим обществом. Обществом, которое было создано для поклонения Ему. Общество народа Божьего. Он оградил это общество. Он отделил это общество для себя. Он создал его для себя. И здесь у нас появляется светлая идея, что теперь это общество размыто, и язычники могут приходить в это общество. Понятно, о чем идет речь? Мы рисовали картинку, что евреи, они были закрытым обществом и открывались на определенных условиях, но точно так же. Христианское общество, общество верующих Нового Завета, оно тоже ограждено определенными условиями, выпускает людей. Себя только на определенных условиях. Понятно, да? Здесь все понятно? Окей. Теперь говорится о том, что в Новом Завете преграда между Богом и верующим из язычников устранена. И верующие из язычников могут точно так же, как и верующие из евреев, идти в Бог. Нету этой преграды. И в будущем не будет отличия и относительно земли. Как вам это новость? Нет. Нет. Здесь говорится о том, что будет еще один раздел земли. Как вы понимаете, это пророчество, которое написано в Танаке. Пророчество в языке 47-го века. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израиля и разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам». Упс. «Земля разделяется между кем? И иноземцами так же. Живущими у вас, которые родили себе детей и они среди сынов Израиля должны считаться наравне с природными жителями и они с вами войдут в долю среди колен Израиля. В каком колене живет она земель в том, дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». 47-я глава 21-й, 22-й, 23-й. Понятно, да? Языки 47-я глава 21-й, 22-й, 23-й. Здесь все понятно? Возвращаемся к этой картинке. Постановление 1-го Иерусалимского собора говорит, «Послушайте, давайте, ребят, принимать новым путем, по признаку принятия Машефа». Но существует часть людей, существует часть людей, которая вот здесь так не думает, и вот здесь так не думает. понятно, да? Которая и здесь так не думает, и в этой части так не думает. И когда принималось это решение, вот этих вообще не спрашиваем. «Машефа» с их мнением не посчитали. Это был внутренний между собой вот этой части. этих решили не спрашивать. Но теперь возникает вопрос. Ребята, вы чего-то решаете относительно нашего общества, а нас? Не спрашивайте. Неудобно как-то получается. а мы с вашим мнением и считаться не собираемся. Мы решили это все для себя. И возникает что? Конфликт. И конфликт, как мы видим, не шуточный. Конфликт возникает вот здесь, но и вот здесь. до 10 главы, чтобы было нормальное деяние. Нет, это был уже внутренний конфликт верования. То есть, они не принимали, они считали, что возникает новое учение, новая секта, внутри евдеизма, ну, были споры. И мы знаем о том, что были мудрые люди, которые говорили, послушайте, оставьте их. Если это дело, то оно устоит, а если не от Господа, то оно развалится, а если от Господа, то нам бы как бы не оказаться Богом противником. Были и такие люди, были разные мнения на этот счет. Понятно, да? Были евреи, которые приняли Мессию, были евреи, которые сказали, давайте посмотрим, что из этого получится. Были евреи, которые были противниками. Одним из таких противников был апостол Шауль, да? Который гонялся по всему миру за евреями, принявшими Мессию. Понятно, да? Были различные взгляды на это, но это наш внутренний был междусобочек. Но этот внутренний междусобочек расширяется и конфликт возникает из-за вот этих частей верующих из язычников. Они как бы начинают быть движимы в сторону гиюра, но не доходят. И конфликт выглядит еще с внешней стороны следующим образом. Представьте себе, вот, ну, мы знаем о том, что иудаизм был миссионерской религией. Вы обходите море, землю, ища кого обратить. Да? И найдя делаете его сына погибель еще худше, чем сами. Об этом говорил еще. То есть, они искали последовательных. И в то время была часть людей, которые стали на путь гиюра, была часть людей, которые стали боящимися Бога. Но что евреи говорили? Они говорили боящимся Богом, вы должны стать под закон Моисея. Вы должны что? Обрезаться. И до тех пор, пока вы не обрежетесь, ребята, вы не можете стать частью нашего общества. Евреи проделали какой-то труд. Да? Представьте себе, вы приходите к человеку, говорите его, евангелизируете его, да? И говорите, ты можешь стать верующим частью нашего общества, если ты оставишь это, это, это и это, ты станешь под определенный закон, вот тогда ты станешь частью общества. Вы выдвигаете человеку определенный ряд требований. Вы работаете с этим человеком, рассказываете ему, да? И тут, после того, как вы проделали всю эту работу, он находится в состоянии размышлений. прихожу я говорю, слушай, хотел тебе сказать, сэцитактики трешечки не так. Вот этого всего тебе не надо, мы тебя принимаем без всяких условий. О-о, подождите, а я тут чего рассказывал? как это? Я провел определенную работу, я уже почти, почти, а вы раз, и уезжаете. Ну как, я не понял. Как-то нечестно получается, мне бы даже сказал, как-то не совсем красиво. То есть мы работаем с этим человеком, и вы приходите и говорите, да не надо вам это зачем? Не будем что? Утруждать верующих и ведущих. Все остальные говорят, мы не поняли, что тут происходит? Как это не будем утруждать? На каком основании? Так мы тут собрались по совещанию и решили, что не будем. А нас вы решили не спросить? Он говорит, да, вас решили не спрашивать. Не обидно вам будет? Представляете? Как себя почувствовали братья евреи? понимаете, о чем идет речь? Какой внутренний конфликт? всем ли это понравилось? Точно не всем. И я вам скажу, Галатом 5, 11 стих, проповедую обрезание? Да, он говорит, послушай, если бы я проповедовал обрезание, было бы меня за что гнать? Не было бы. Говорит, за что меня гонят? За то, что я обрезание? Что? Не проповедовал. вопрос, оказывается, был как раз в обрезании. Говорит, если бы я проповедовал обрезание, меня бы гнали? Нет. Но я же обрезание шел, не проповедую. за что гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Не по-русски. Какой там другой перевод? Павел задает вопрос. Если я теперь еще проповедую обрезание, за что меня гнать? За что меня гнать? Что мне можно было бы предъявить, если бы я проповедовал обрезание? проповедую проповедую Скажем с вами проповедую я. Смотрите меня, пожалуйста, вы в курсе дела того, что апостол Павел мягко говоря, был против обрезания? и послание гнатью в общем-то было посвящено тому, что пришли некоторые братья, которые мы что начали делать? Говорит, что Евангелие проповедованное апостолом Павлом неполное нужно еще немного добавить, а именно что? Ну, на самом деле он проповедовал обрезание, да? Ну, учитывая весь контекст, то есть все послание он говорит против обрезания, а тут выясняется, что на самом деле он проповедует обрезание? Это вопрос стоит, это не утверждение, там стоит вопросительный знак. За что гонят меня братья? Если и теперь я проповедую обрезание? За что? Он показывает им, что я его что? еще раз? Окей, ладно, идем в другое место писания, деяние. Деяние 21 глава. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел, пришедший с нами к Иакову, пошли все пресвитеры. Приветствую уже их Павел рассказал подробно, что говорил Бог уязычникам служением его. Они же выслушав прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев и все неревнители закона. А тебе наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали от обыча. Вопрос опять, чего касается, я прошу прощения, еще раз, чего касается вопроса, обрезания, спасибо. Итак, они услышали, что он учит кого? Иудеев. Опять, до них дошел слух, что он оказывается учит не только того, чтобы не обрезывать верующих язычников, до них дошел уже слух, что он и евреев начал учить, что им не надо обрезываться. И говорит, послушай, они узнают, что ты пришел, и что произойдет? Скандаль. Они соберутся и будет скандал. за твое учение, которыми ты учишь, они соберутся и будут возмущаться тому, чему ты учишь. И он говорит, сделай. И читает, что же, верно соберется народ и услышит, что ты пришел. Сделай, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взял их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву, за них, чтобы острили себе голову и узнать все, что слышим о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Ого. Ого. Говорит, да, послушай, вопрос касается еврейских мальчиков. Вопрос вообще не касается твоего учения по отношению к верующим из язычников. Вопрос касается о ком евреях. Это наши внутренние разборки. И когда они услышат, что ты пришел, они знают, что ты якобы, мы в это сами не верим, но они слышали, что ты якобы этому учишь. Так вот, чтобы они знали, что точно ты такому не учишь, а сам продолжаешь соблюдать закон, сделай, что мы скажем, публично заяви о своей вере, о том, что она не изменилась, и ты сам продолжаешь что делать? Соблюдать закон. А об уверующих из язычников мы написали такие вопросы. Об уверующих из язычников мы написали, положив, чтобы они ничего этого не наблюдали. Говорит, вопрос неверующих из язычников, вопрос в твоем учении по отношению к нам. Об этих не все нормально. Никаких проблем. Мы написали, относительно вот этих ребят мы написали все. Но нас интересует, до нас дошли слухи, что ты вот это учение решил распространять и вот здесь. Еще раз. Что ты вот это учение, которое мы договорились о верующих из язычников, решил распространять внутри нашего общества. А мы ж так не договаривались, парень. Мы ж договаривались о ком? О верующих из язычников. Мы что сделали? Написали о ком? о верующих из язычников. Мы же не договаривались за евреев. И это учение касается кого? Только верующих из язычников. И чтобы все знали, что ты нини, такому не учишь, сделай, чего мы тебе скажем. И Павел сказал, вы что, с ума сошли? Я против. Или он сказал, хорошо, я сделаю. Понятно? Вопрос стал, в общем-то, не шуточным. учение Павла приобрело достаточно большие масштабы. Причем Павел насаждал церкви, общины среди уверовавших из язычников в России, в других странах, в том числе и Галактии. И там в основу его церквей составляли верующие язычники. Но для евреев, живущих в Иерусалиме, являющихся ревнителями закона, дошел слух, что его учение потихоньку начало распространяться не только язычников, но и начало потихоньку распространяться на мессианских евреев. Он говорит, мы не согласны. Нет, с Тимофеем там было отдельное история. Итак, понятно здесь? Нужно. А на тот момент времени это было возможно? Ну, почему нет? Получается, что Павел жил в двух заветах. На момент существования храма, пока существовал храм, то есть вход был и с той, и с той стороны. Ну, как бы в каком-то смысле. В любом случае, соблюдая Новый Завет, ты автоматом соблюдал Синайский Завет. Так получается? Нет. Можно подробнее? Пожалуйста. Итак, мы видим, что был Завет Синая. Мы также видим существующее храмовое служение. Так, храмовое служение, которое было даровано евреям в Завете Синая, оно служило путем приближения к Господу. Это был путь, к которому евреи могли приближаться, иметь очищение и освещение и общение с Богом. Итак, наступает эра Нового Завета. Но то, что мы видим, жертвы перестают приниматься. Формально вы можете приходить тем же путем. Формально. храм существует, институт храмового священства существует, вы можете формально приходить, но Бог говорит, послушайте, я не принимаю этих жертв. Вопрос не в том, есть смысл или нет. Вы можете приходить, но я говорю вам, я этих жертв не принимаю. Есть путь новый и живой. Какое-то время существовал старый параллельно с новым, но все, что было на старом пути, указывало о том, что есть ноут и нужно приближаться к ноуту. Понятно, да? Я ответил на ваш ответ? Ну, тогда делаем пинозит. Спасибо.